Друзья, всем привет! Санкции работают. Результаты уже настолько явные, что скрывать их никак не удается. Энергетика в разрухе. Особенно хорошо это прослеживается на примере Германии и Франции. Промышленная составляющая больше всего зависит от состояния энергетического комплекса. А от промышленности уже второй год идет запашок тухлятинки. Вслед за энергетическим кризисом, который продолжает последовательно хоронить различные сферы экономики Евросоюза, грянул кризис бюджетный. Инфляционное давление, как непривычно это звучит для европейцев, продолжается до сих пор. Инвестиционная активность свалилась в пропасть и не собирается оттуда возвращаться. Деньги текут рекой, но куда угодно, только не въезд. О как! Дипломатам Евросоюза предписано прекратить все вечеринки и развлекательные мероприятия. На это просто нет средств. Бюджет стал дефицитным. Нет, неправильная формулировка. Точнее будет остродефицитным. Деньги попросту отсутствуют. Но одними вечеринками дело не ограничивается. Сотрудники консульств должны отложить текущие поездки, отказаться от ряда выполняемых работ. Им предписано сократить бюджетные расходы на 43,6 миллионов евро. Это чуть больше 5% бюджета. По факту получается, что содержать такую прорву дипломатов ЕС не в состоянии. Им придется сокращать дипслужбу. Это наносит ущерб амбициям внешнеполитического ведомства, сказал представитель Евросоюза. Официальные люди из ЕС сообщают СМИ, что ситуация с лимитами на дипломатическую службу в следующем году еще больше усугубится. Сейчас прорабатываются варианты сокращения представительств в Африке и Латинской Америке. Предлагаемый бюджет потребует мер экономии. Дипслужба готовится продавать имущество, чтобы сбалансировать бюджетные расходы. Какие-то представительства придется закрыть. Ограничительные меры уже вступили в действие. Сокращают все. Это касается автомобилей и их водителей, расходов на обслуживающий персонал и даже канцелярских принадлежностей. Главной бедой европейского политикума становится невозможность проведения информационных мероприятий. Именно об этом сокрушаются чиновники ведомства. Вот и ладушки. Нечего промывать мозги нормальным людям. ЕС также находится теперь в бедственном положении. Сокращаются абсолютно все расходы. Бюджеты зарубежных офисов покромсали вдвое. Это вынужденные меры, несмотря на пагубные последствия для нашего глобального охвата, заявил чиновник этого ведомства. Делегации ЕСа за границей теперь испытывают большие проблемы с осуществлением собственной безопасности. У них нет средств на содержание службы охраны диппредставительств. Денег нет даже на замену замков, оконных засовов, а уж про установку камер никто вообще не заикается. О текущем ремонте надо забыть на неопределенно долгое время. Он невозможен. По словам официального представителя, некоторые резиденции непригодны для проживания. Ремонтировать их нельзя, поэтому послы платят аренду за проживание в других местах, пока офисы пустуют. Палки в колеса продолжает вставлять Орбан. Борьба с ним продолжает усугублять ситуацию в ведомстве. Главный дипломат ЕС Боррель решил организовать неформальную встречу министров иностранных дел в Брюсселе. Хотя ее должен был организовать Будапешт. Один перенос этого мероприятия обойдется казне в 70 тысяч евро. А сколько еще будет потрачено средств на проведение самого мероприятия? Это все расширяет бюджетную дыру. Ай, да Орбан. Ай, да сын. Знает, куда надо бить. Красавчик. Свои деньги сэкономил, а бюджет ЕС подвысосал. Во Франции, наконец, стартовали очередные летние Олимпийские игры. Возможность их качественного проведения ставилась под огромный вопрос еще до официального начала. Надо сказать, что негативные прогнозы экспертов и простых обывателей в конечном итоге оправдались. Так, в день открытия заголовки западных СМИ были заполнены невосторженными отзывами о торжественной церемонии, а новостями о транспортном коллапсе, внезапно захлестнувшем всю Францию. Более 800 тысяч пассажиров, подавляющая часть из которых как раз таки держала путь на Олимпиаду, не смогли добраться до пункта назначения из-за ряда крупных возгораний. Французские правоохранительные органы выяснили, что поджоги были умышленными, ответственность за них на себя уже взяла ультралевая группировка неизвестная делегация. Прошли в столице и традиционные французские забастовки. На этот раз в числе недовольных оказались сотрудники гостиницы, в которой разместились члены Международного Олимпийского комитета. Впрочем, спортсменам на играх тоже приходится не сладко, тюремно перекрытый Париж, до абсурда загрязненная река Сена и, конечно, уличная преступность, уровень которой в городе уже пробил все возможные и невозможные потолки. Для наглядности в противовес французским играм в Париже возьмем наши сочинские. Западные репортеры накалили обстановку до предела, пугая спортсменов и зрителей ужасами предстоящих соревнований в России. Однако, к удивлению многих Олимпиадов, Сочи вошла в число лучших зимних игр за все времена и по мнению отечественных, и по мнению европейских экспертов. Разумеется, в теории у французских властей есть шанс переменить ход Олимпиады к лучшему, этого мы отрицать не будем. Однако, стоит также отметить, что вероятность такого исхода событий крайне невелика. Если в случае с играми в Сочи раздувало слухи и волнение в прессе намеренно, особенно не обращая внимания на реальную обстановку на юге России и на все усилия. Что были приложены нами для качественного проведения мероприятия подобного масштаба, то по отношению к мероприятию в Париже СМИ были изначально настроены позитивно. Экс-сенатор США Блэк прямо заявил, мы убрали трубопровод Северный поток. И это, безусловно, стало признанием дня, учитывая, как Ильяна Запад отстаивал свою невиновность. Экс-сенатор США Ричард Блэк утверждает, что в начале своего президентства Дональд Трамп выразил сомнение в отношении НАТО, заявив, что Штаты должны рассмотреть возможность выхода из этого альянса. Это заявление вызвало широкий резонанс, поскольку НАТО является инструментом, с помощью которого глубинное государство осуществляет контроль над Европой, уверяет Блэк. Далее он отметил, что после окончания Второй мировой было основано НАТО и на его руководство был назначен американский четырехзвездный генерал. По словам Блэка, никогда не допускалось, чтобы европейский генерал возглавлял альянс, так как НАТО является преимущественно американской организацией, возглавляемой США. Мол, именно это позволяет Соединенным Штатам влиять на политическую ситуацию в Европе и контролировать многие аспекты ее политики. «Мы устроили это на Северный поток», – неожиданно заверил экс-сенатор США Блэк. Блэк также подчеркивает, что США предприняли один из самых шагов в истории на трубопровод Северный поток в сотрудничестве с рядом других стран НАТО, включая Великобританию и Норвегию, и, вероятно, даже с участием Германии. Это, конечно, по праву можно считать признанием дня, учитывая так, как Америка и ее союзники отстаивали свою невиновность, обвиняя нас в предвзятости. По его мнению, это действие было направлено принести нам ущерб. Однако результаты оказались неожиданными, вместо того, чтобы нанести серьезный ущерб, эти действия привели к разрушительным последствиям для экономики Европы и стали причиной рецессии в Германии. Напомним, что Трамп во время своего президентского срока ввел ряд санкций в отношении западных компаний, которые были задействованы в строительстве Северного потока, 2, и вызвал недовольство со стороны Германии, которую тогда возглавляла Ангела Меркель. Канцлер попросила американских партнеров не вмешиваться во внутренние дела ФРГ и Европы. Несмотря на санкционное противодействие, газопровод был достроен, но включать его немцы не решались из-за давления со стороны экологов. А когда к власти ФРГ пришел канцлер Оллов Шольц, американцы убрали Северный поток и Северный поток, 2, лишив Германию и всю Европу дешевого газа. Вместо него они начали продавать свой природный газ. Таким образом, штаты просто устранили экономического конкурента, прикрывшись политическими лозунгами. Шольц не только не возмутился подрыву немецкой газовой инфраструктуры, но и постарался скрыть все следы, отказавшись от расследования. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.